Итак, мы научились заносить данные в базу данных, теперь мы приступим к следующему шагу. Мы внесли имя из базы данных, то есть, точнее, мы внесли имя в базу данных, теперь мы должны создать табличку и назвать ее Messages, сообщения. Количество столбцов 2, соответственно, столбец id user, идентификатор, ints, типа int, далее, и само сообщение, message, текст. Так, сравниваем, поставим utf8, general.ci, вот так вот, и вот здесь general.ci, сохраняем. Вот наше сообщение, messages. Так, здесь мы сделаем следующее. Вместо нашего messages мы пишем span id name, так, лучше назвать ее uname. вот так вот, так, uname. И вот здесь будет наше имя. Переходим вот сюда и пишем вот такую строчку, uname.append name. Вот, вот она. Чтобы имя отображалось. Напишем даже, ваше имя. Вот так вот. Смотрите, что у нас получается. Ваше имя Никита. Вообще логично, да? Удаляем из таблички. Вот. Теперь мы создали файлик save.message.php. Он абсолютно повторяет структуру файла save.name.php. И он находится в том же каталоге, где и файл save.name.php. Так, теперь прописываем следующие компоненты. Ставим HR. Здесь пишем. Так, small. Small. Так, здесь у нас будет. Введите сообщение. Самое интересное, да? TextEvian. Как раз сообщение будет отвечать text message. Поставим style. With. Пусть будет 400 пикселей, да? А height. Пусть будет 150 пикселей. Пропишем кнопочку button. Поставим уже бртек. ID button send message. Отправить наше сообщение. И назовем кнопочку отправить. Вот так вот. Btn send message отправить. Посмотрим, что из этого выходит. Обновляем. Так. Какие-то. Войти. Вот что у нас получилось. Введите сообщение. Вот наше сообщение. Отправить. Так. Это я уберу HR и поставлю пониже. чтобы наши все остальные сообщения другие вводились после HR. Так удобнее. Здесь также поставлю тег br. Чтобы упростить видимость. Посмотрю, как это все будет выглядеть. Так. Ну и вот здесь тоже. Заметьте то, что у нас теперь имена могут повторяться. Пусть будет так. Мы не делаем сложную валидацию. Чтобы у нас каждое имя имело уникальность. Поэтому для нашего чата. Точнее наш чат будет работать только при том случае, если у нас имена не будут повторяться. Просто если вы хотите сделать более сложную форму, вы делаете помимо атрибута name в нашем поле, еще и пароли или же еще какой-то атрибут, который будет как бы внедрять некую индивидуальность каждому пользователю в нашей базе данных или же в нашем приложении. Вот. Теперь функцию прописываем на кнопочку button send message. так, вот так, button send message, клик, function. Так, функцию прописали, event. Теперь можем мы скопировать. Хотя, знаете, вот это значение мы сохранили. Еще раз вот так сделаем. Также мы сохраним наш сообщение. Message назовем. tkst message value. Вот так вот. И копируем наш аяк-запрос. Save message пропишем. Что у нас здесь будет? Во-первых, имя пользователя. Да, это верно. Так, теперь. И наше сообщение. Message message. Это мы все можем убрать, пока нам ничего не надо из этого. Да? Сохраняем. Переходим в файлик save message. Смотрите, вот у нас два параметра. Name и message. Так, name мы можем оставить. Вот это мы уберем. Далее пишем message. To guard. Post message. Вот так вот. И мы должны сейчас для нормальной работы... Так. Вот мы создали табличку message, да? ID user message. Мы должны посмотреть, каков же у нас ID пользователя. Вот здесь вот. Мы должны его как-то взять. Поэтому пишем SQL-запрос. Select from users where name равняется name. Вот так вот. Res result. MySQL query. SQL. Row равняется MySQL fetch array. Res. Это ассоциативный массив. MySQL fetch array. Это ассоциативный массив. К элементам которого мы можем вращаться посредством цифр и слов. Так. ID у нас будет, соответственно, row от ID. И мы можем написать еще один запрос. SQL. Insert. into messages. Into messages. ID user. И message. Вот так вот. Вэлис. Соответственно, ID. И наше сообщение. Вот так вот. И MySQL query. SQL. Вот так вот. Все очень просто, да? Посмотрим, что у нас получается. Как тебя звать? Macintosh. Hello World. Вот так. Отправить. Посмотрим, что у нас вышло. В табличку users у нас данные. Macintosh отправился. В табличку пользователей. Вот наш Hello World. ID user 20. И здесь, соответственно, Macintosh. ID user 20. Теперь вы почувствовали, да? То, что если у нас два человека с одинаковыми именами, то здесь у нас будет некий конфликт. Мы должны как-то это избежать. Но думаю, что вы до этого сможете сами, да? Да? Соображать. То есть мы здесь вот. Вот в табличке users мы помимо имени пользователя указываем его пароль, email. Все, что угодно, что может действительно придать индивидуальность нашему пользователю, да? Вот. Но мы пока остановимся вот на таком простом примере. На всякий случай я удалю все имена, чтобы у нас не было конфликта в будущем пока. И вот здесь Macintosh я удаляю. Вот. Теперь. Давайте мы... Вот здесь у нас echo 1, и это хорошо. Message. Так. Если у нас message равняется единичке, соответственно, мы здесь делаем следующее. Обнуляем наш message. Вот так вот, да? Чтобы человек не видел то, что он уже написал вот здесь. Вот я здесь вижу, да? А чтобы эти данные куда-то отправились, и потом куда-то они делись, да? Теперь для чего я сделал HR вот здесь. Пропишем div-id messages, вот так назовем. Вот так. Вот здесь будут все messages. Смотрите. Создаем файлик. Создаем файлик. за показ сообщений от всех пользователей. Для этого пишем require. require once. db.php. Пропишем исключить запрос. select from users. Users. Это messages. Вот так. Так. Where. Messages. Точка ID. User. Равняется. Users. Точка ID. Вот так вот. ResResult равняется mysql. row равняется mysql. Смотрите. Вот. Хочу сразу уточнить. Причем мы делали ассоциативный массив вот здесь. Причем мы не использовали вот здесь. Причем мы не использовали обычный select, допустим, name или же select ID from users. Это удобнее. Вот. Теперь мы должны использовать данную надпись и вот здесь. Для этого сделаем следующее. Так. На чем мы остановились? Во-первых, мы сейчас будем использовать while. While. Так. Row равняется mysql.fetch.aray. Так как у нас записи много, мы должны их сразу все прочесть. Result. Вот так вот. И здесь мы будем как-то выводить вот тут. Вот после нашего HR. Сделаем следующее. Значит, что мы здесь делаем? Name пользователя, имя пользователя. Row name. Messages равняется row message. Поглядываем в базу данных так немножко. Все ли мы поля написали message и name. Да? Вот. Теперь мы должны их как-то визуализировать. Пропишем echo. Вот так. Что мы здесь echo можем написать? Strong. Strong. Name, да? Пропишем вот здесь br. Хотя вот так сделаем. Echo. И echo message. Это мы все в div. Некий класс message. Вот так, да? Echo. Див. Так, лучше класс переименовать, потому что у нас это очень часто встречается в писанине. MCGS. Вот так назовем. Вот здесь мы пишем style. Здесь сначала мы добавляем так, br. Вот так. tb. Точка messages. Во-первых, пишем barter 1px solid silver. Parting 10px 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 10px. Так, что мы тут делаем? Вот здесь пишем запрос аякс. Аякс. Так, без тайпа, просто url указываем show messages.php, запятая, success function html. И здесь делаем следующее. Так, селектор указываем на блок. Наш блок, он у нас... Где у нас идет блок? Я подзабыл. Вот messages. Точка html. html. Посмотрим. Надеюсь, будет работать все правильно. Так. Require once users messages. Посмотрим. Как тебе звать? Mac OS X X. Как-то так пусть будет. Войти. Hello world. Вот. Теперь пишем. Всем привет. Как дела? Как-то вот так, да, будет у нас. Поставим наверх. Так же, magic. Magic. Так, топ. Здесь списки. Возьмем это все. Допустим, никого. Сервант. Как-то так, да? Hello all. То есть, видите, да, у нас сообщения сразу все берутся из паста. Вот так организуется чат. Но чтобы теперь можно было каждый раз не обновлять страничку, потому что мы пишем новые, каждый раз новое имя. Не очень хорошо. Поэтому мы добавим в наше. Так. Ага. Добавим на страничку. Вот так. Вот. После входа, да. Где-то вот здесь. Function. А старт. Старт прием. Допустим, вот так назовем, да? Что я пишу? Назовем функцию вот так. Старт прием. И здесь напишем function. Старт прием. Лучше не так написать, а лучше так написать. SetInterval. Старт прием от, допустим, 100. А вот сюда мы вставляем наш Аякс запросик. Вот этот вот. Точку запятой. Вот. Как это работает, вы спросите меня. Или не будете спрашивать, да? Ну, а сейчас покажу все. Точка запятой. Вот. Старт прием 100. Вот так вот. Теперь я открываю еще одинаковый такой же адрес. Вот здесь вот. Вот так. Было видно. Здесь я показываю Windows 1. Пойти. Windows 2. Пойти. Смотрите. Hello Windows 2. Соответственно, смотрите, Windows 1 пишет. Я здесь пишу. Windows 1. Hello Friend. Вот такой у нас чат. Используя обычный Аякс, jQuery, да? И SetInterval, в принципе. Я считаю то, что этот пример очень хороший. Он может подсказать, как много делать интересных вещей. А далее мы будем рассматривать аналогичные... А, точнее, аналогичную функциональность, только с Node.js. Увидимся в следующих лекциях. Во всем! Используя операцию, наверное... ... ... ... ...